Ну и вернемся к санкциям. Дискуссии о них наверняка станут и одной из тем на переговорах в Европе, которых в ближайшие дни будет очень много. Уже на этих выходных президент Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель. Кстати, это будет его 11-й визит в Берлин. Президент побывал в столице Германии примерно столько раз, сколько его предшественники вместе взяты. Ну а кроме этих переговоров, наши дипломаты готовят и встречу на высшем уровне с новым президентом Франции, Эммануэлем Макроном. Все-таки на следующей неделе пройдут и саммит НАТО, в котором впервые будет участвовать Дональд Трамп и встреча лидеров Большой Семерки. В общем, украинскому президенту и дипломатам предстоит очень напряженный период. А вот чего ожидать от переговоров Порошенко и Меркель, это вопрос для Татьяны Лагуновой, нашего Сапкора в Германии. Она сейчас выходит с нами на прямую связь. Таня, приветствую. Скажи, визит начнется уже завтра. А на что в Берлине рассчитывают, готовясь к переговорам? Какие темы станут основными? Да, Алексей, завтра Петр Порошенко прилетит в Берлин. Визит, что довольно необычно, состоится в выходной. Возможно, именно поэтому принимать украинского президента Ангела Меркель будет не в Берлине, а во дворце Мезеберг в часе езды от столицы. Там находится гостевая резиденция немецкого правительства. Программа уже известна. Меркель и Порошенко встретятся в обед. До начала переговоров сделают короткие заявления для прессы. Ну а потом, собственно, на эти переговоры и отправятся. Ну а дальше уже как пойдет. Сам Петр Порошенко уже проанонсировал, что разговор с канцлером планируется содержательный на много часов. Главная тема, это, конечно же, ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Меркель, которая, кстати, недавно встречалась и с Владимиром Путиным, и с Эммануэлем Макроном, наверняка более детально расскажет об этих переговорах и узнает позицию Украины. И не исключено, что будет достигнута договоренность о проведении саммита Нормандской четверки на уровне лидеров, чтобы познакомиться с новым представителем Франции в Нормандском квартете президентом Макроном и, наконец, сдвинуть с мертвой точки процесс составления дорожной карты по выполнению минского пакета. Документ должен был появиться еще в конце прошлого года, но до сих пор его никто не видел. И это тормозит процесс реализации Минска, поскольку нет четко прописанной очередности выполнения пунктов пакета. В любом случае, позиция Украины, Германии и Франции в этом вопросе однозначно. Нужно начать хотя бы с нулевого пункта прекращения огня, а потом уже говорить и обо всем остальном. Ну и наверняка в Германии прозвучат уже традиционные заявления о безальтернативности минского процесса и нормандского формата. Кстати, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на днях был с визитом в Вашингтоне. И, судя по заявлениям для СМИ, заручился и поддержкой Соединенных Штатов под тем вопросом, которые в Европе актуальны и для Украины. Алексей? Спасибо, Татьяна Лагунова, о том, что может ждать в Европе украинского президента. Спасибо, Татьяна Лагунова, о том, что в Европе актуальны и для Украины.